Альтернатива торговым сетям. На модернизацию краевых ярмарок планируют выделить около 20 миллионов рублей. Улица Конституции получит новое покрытие, а на Островского уже меняют брусчатку. В Сочи начался ремонт дорог. Сочинских детей будут организовано водить на море. Такой вид отдыха предложил глава курорта на совещании по организации летнего досуга. Слэдж-хоккеисты снова в Сочи готовятся к Кубку континента и ждут своих болельщиков. Как возродить рыбный промысел на Кубани, говорили в Приморско-Ахтарске. Туда сегодня приехал губернатор региона. Вениамин Кондратьев посетил несколько добывающих и перерабатывающих предприятий. Рыбохозяйственный комплекс в крае пытаются реанимировать. Большой урон отрасли наносят браконьеры. Результаты неутешительные. К примеру, на местном рыбзаводе только 30% сырья кубанские, остальное из других регионов и даже стран. Вот эта часть витрины – это рыба Азовского моря. К сожалению, к нашему большому, вот эта часть витрины – это рыба завозная. Вы знаете, даже само желание людей, я уверен, жителей Приморско-Ахтарска, абсолютно Азовского побережья, безусловно, рыба должна вернуться в море. И рыбы должно быть много. Поверьте, это и для людей принципиально важно, которые где-то с покон веков здесь живут. И для вас, для переработчиков рыбы. Потому что сегодня стюлька-килька, это можно сказать, как наши предки сказали, совсем не рыба. А сегодня для нас рыба. Вот дожились. А что тогда скажут наши внуки, либо правнуки? И как они оценивают нашу деятельность по сохранению водных ресурсов Азовского моря? Как оценивают? Вообще, увидели ли они эту рыбу? Либо только на картинках? Вот все зависит от нас. От тех, кто вылавливает ее браконьерским способом, и от тех, кто занимается воспроизводством рыбы. И тут крайних искать не нужно. Все мы сегодня отвечаем. Зато передадим мы эту рыбу привычным для нас и судак, и пеленгас, и последующим поколениям. После посещения предприятий по добыче и переработке рыбы, губернатор собрал заседание оперативного штаба по охране и контролю заводными биоресурсами. На модернизацию кубанских рынков и ярмарок планируют выделить около 20 миллионов рублей. Об этом рассказали во время совещания Совета по работе розничных рынков. Провел заседание вице-губернатор Василий Швец. Также на встречу избрали правление объединения. В него вошли более 100 бизнесменов и владельцев торговых площадей. Теперь власти региона смогут напрямую взаимодействовать с кубанскими предпринимателями. Изменилось и восприятие рынка со стороны покупателя. У нас большая часть жителей Кубани идет на рынок за свежим качественным продуктом непосредственно от производителя, как я уже об этом сказал. Да и для самих фермеров эта возможность зачастую становится единственной площадкой для продажи того, что они выращивают в своих хозяйствах. Рынки являются альтернативой торговым сетям. Мы с вами не можем сдержать рост, увеличение количества натиск торговых сетей, но создать достойную альтернативу можем. Чтобы рынки развивались, необходимо создать комфортные условия и для покупателей, и для фермеров, а сами торговые павильоны реконструировать. Но до этого отметили на совещании каждую точку продаж проверят на соблюдение требований противопожарной и санитарной безопасности. Уже в августе специалисты департамента потреб сферы начнут составлять административные протоколы в отношении безответственных предпринимателей. А в Сочи начали ремонтировать дороги. Средства на это выделены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улице Островского сейчас меняют тротуарную плитку. Брусчатку меняют на более качественную. За ремонтными бригадами следят общественники. Плитка у нас будет новая. Плитка будет ровно уложена. И самое главное, она будет гораздо качественнее и красивее той, которая была. И сроки реализации программы короткие, поэтому нам нужно набраться даже на нетерпение, а просто подождать. Немножко подождать. Я думаю, в течение какого-то короткого времени мы получим качественную улицу Островского. Ремонт дорожного полотна на Островского начнется через две недели. К этому времени рабочие закончат укладывать асфальт на улице Конституции. Огороженные участки на одной из основных трасс-центра, конечно, вызывают неудобства и пусть небольшие, но заторы. Поэтому сроки ремонтным бригадам поставлены жесткие и не в ущерб качеству. Новое покрытие более прочное и рассчитано на улицы с большим потоком транспорта. В данный момент ремонтные работы проходят во всех районах города Сочи. Что касается центрального района, то уже произведен ремонт улицы Несебрской, ведется ремонт улицы Конституции, ведется ремонт улицы Островского. В Лазаревском районе выполняются работы по улице Победы и улице Глинки. В Хостинском районе произведен ремонт улицы 50 лет СССР. В Адлерском районе выполняется ремонт по улице Очешковская и улице Защитников Кавказа. В целом на ремонт дорог в Сочи в рамках нацпроекта выделено 830 миллионов. Такую сумму город будет получать ежегодно в течение 6 лет. Сочи получил субсидии из края на снос самовольных строений. Об этом сегодня стало известно на планерном совещании главы города. Сколько средств выделено на демонтаж незаконных объектов и какие еще темы стали главными на планерке, расскажет Ольга Десятого. 100 миллионов рублей такую субсидию из краевого бюджета получил Сочи на снос объектов незаконного строительства. В списке на демонтаж 54 дома, напомнил Анатолий Пахомов. И все должны быть снесены до конца года. Мы дополнительно даем полномочия нашему управлению капитального ремонта в сносе объектов. Речь идет о чем? Что все объекты, которые сегодня признаны самовольными, должны быть снесены. Губернатор края выделяет 100 миллионов рублей пока. Эти деньги будут направлены в УКР для того, чтобы они, используя эти деньги, используя своих сотрудников, сами приступали и сносили. Если застройщик не компенсирует бюджету расходы за снос, то на основании судебных решений земельный участок перейдет в собственность муниципалитета. Не менее важный вопрос, который становится все более актуальным с приходом лета, это борьба с незаконными сбросами в реки и море. С начала года в Сочи провели 184 рейда. Результат – 23 объекта были отключены от воды. Сотрудники МВД выдают предписание, дают трехдневный срок. И, соответственно, абонент, потребляющие воду и, скажем так, производящие продукты жизнедеятельности, должен устранить данное замечание. Если замечание не устраняется, МВД производит ограничение по водоснабжению до устранения данной ситуации. Количество рейдов по пресечению неочищенных стоков нужно увеличить, дает поручение Пахомов. А еще с завтрашнего дня мэр начнет лично инспектировать городские пляжи, проверять их на предмет благоустройства и безопасности. Абсолютно все зоны отдыха у воды должны быть открыты для туристов, подчеркнул глава Сочи, а незаконные торговые точки у моря закрыты. Особое внимание уделить вопросам, связанным с туалетами. И туалеты бесплатные должны быть. Когда туалеты закрывают, когда не пускают человека в туалет, в ресторан, это жлобство. И туалеты все бесплатные. Я не раз говорил, что если есть платные туалеты, они зимой были платными туалетами. Сейчас они должны стать бесплатными, а им платить должны руководители пляжных территорий. На планерке обсудили и борьбу с коричневым раморным клопом. Администрации сельских округов и районов уже обследовали более 15 тысяч домов и дач. Больше всего вредители в селах Адзерского и Хостинского районов. Также на совещании напомнили, что в эколого-биологическом центре Сочи продолжают раздавать гамбузию, которая питается личинками комаров. Полезную рыбку для выпуска в водоемы на своих участках уже взяли 250 сочинцев. Ольга Десятого, Николай Тихонов, телекомпания, ФКТ. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 30 мая в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 20, плюс 22. Днем 25, 27 градусов выше нуля. Сочинских волонтеров приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Доброволец России». Попробовать свои силы могут те, у кого есть собственный волонтерский проект или инициатива, кто помогает людям, животным, природе или делает другие общественно полезные дела. Для участия в конкурсе необходимо до 16 июня подать заявку, заполнив анкету в соответствии с выбранной категорией и номинацией. Заявку на конкурс сможет отправить любой человек в возрасте старше 8 лет. С 17 по 30 июня будет проведен заочный этап. Участникам предстоит выполнить специальные задания, которые будут доступны каждому конкурсанту в личном кабинете. Финал конкурса проведут осенью. Проекты будет оценивать федеральный состав жюри. Кроме того, их выставят на народное голосование. Все финалисты будут приглашены на международный форум добровольцев, который состоится 5 декабря. Лучшие проекты получат гранты до 2 миллионов рублей на реализацию. Подробную информацию о конкурсе можно узнать на официальном сайте добровольцыроссии.рф 1 июня в Сочи стартует городской проект «Лето». Это значит, что в городе начнут свою работу детские досуговые площадки. Как сделать детское лето действительно интересным и полезным, глава города обсудил с представителями отраслей образования, культуры, спорта, молодежной политики и советов ТОС. У Дома культуры юбилейный на Донской уже все готово к проекту «Лето». Аниматоры напомнили взрослым о том, что с 1 июня здесь каждый день будет так же весело, как сегодня. Программа «Лето» стала приоритетной для нашего Дома культуры, потому что это благоприятнейший период для проведения мероприятий по развитию и оздоровлению наших детей. А на нашей площади, в нашем микрорайоне Донской, детей достаточно много. Будет весело и во дворах домов за каждой площадкой закреплены ответственные. Чаще всего курируют детский отдых депутаты городского собрания. Они помогают закупить игровой и спортивный инвентарь. На сезон разработано множество программ. Спортивно-оздоровительные, квест-экскурсии, мастер-классы, творческие, мастерские. У кинотеатров будут показывать кино на площади. Задача этого кода – добиться того, чтобы вот эта цифра была реальной. То есть мы должны 100% охватить наших деток. И особое внимание уделить тем деткам, которые действительно никуда не поедут. И для этого мы должны знать, что они не поедут. И для этого у нас работают волонтеры. Детские площадки будут работать под девизом «Здоровье в моих руках». Глава города, проводя совещание с представителями отрасли, предложил даже водить детей на море. Родители на работе, дети предоставлены сами себе. Поэтому педагогам предложили взять на себя дополнительную функцию по оздоровлению детей. Организовывать безопасное купание на хорошо оборудованных пляжах – не такая уж и сложная задача, подчеркнул Анатолий Пахомов. И в целом отдых детей летом должен быть интересным и познавательным. В Сочи начнут свою работу 148 площадок. На них обычно занимаются дети от 5 до 15 лет. Лучших специалистов, организовавших отдых детей, максимально увлекательны и разнообразно будут отмечать. Например, если победит в конкурсе школьная площадка, то учреждение образования получит из бюджета дополнительно 500 тысяч рублей. Глава города попросил и организовывать для детвора досок, и оценить работу массовиков честно, чтобы те, кто работает профессионально, могли в будущем поделиться опытом с коллегами. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. К лету в сочинских организациях идет активный набор сотрудников. В парке Ривьера, к примеру, принимают специалистов по озеленению. У них сейчас работы прибавилось. Распустились розы. Цветут и пахнут. Практически в один миг в парке Ривьера распустились розы всех оттенков. Такое буйство красок манит туристов. Но и сочинцы не проходят мимо. Каждый год, или когда у нас бывает свободное время, мы посещаем парк этот, когда особенно цветут розы. На российский курорт розы привезли еще в 70-е годы прошлого века из Венгрии. Позже коллекцию дополнили выходцами из других стран. На площади в один гектар разместились более 100 сортов. В мае месяце огромное количество различных совершенно сортов роз, которые здесь произрастают в этом розаре, они с периодичностью, может быть, в 2-3 дня начали расцветать. Зацвел одинокий, но такой загадочный черный принц. Он поддан на Великобритании. В сочинском парке обосновался три года назад. В полутени имеет цвет смолы, на свету темно-бордовый с бархатистой текстурой. Принято считать, что белые розы самые ароматные. А вот у нас в парке расцвели розы. Черный принц. Вот они ароматные. Запах настолько яркий, что его можно почувствовать за несколько метров. Чайно-гибридные, плетистые, почвопокровные, парковые и бордюрные. Каждый экземпляр имеет свой аромат. Еще один цветник разбили осенью. Розами украсили территорию возле дома основателя парка Василия Хлудова. На 100 квадратных метрах озеленители высадили более 15 сортов. Преимущественно голландских. Розами здесь можно будет любоваться до Нового года. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Балалайка душа России. В пятницу в Сочи состоится концерт, где главным героем станет символ русской народной культуры. Но в первую очередь концерт посвятят памяти создателя Оркестра народных инструментов «Русский сувенир» Вячеслава Абрашкина. Балалайка – один из инструментов, ставших символом русского народа – России. В 21 веке этот инструмент не теряет своей актуальности благодаря уникальным коллективам, одним из которых и является Сочинский Оркестр народных инструментов «Русский сувенир» имени Павла Нечапаренко. Его основателем и бессменным художественным руководителем на протяжении десятков лет был Вячеслав Абрашкин. На сцене он провел полвека, скончался в апреле на 81-м году жизни. В середине концерта должен был выйти на сцену создатель и бессменный руководитель великолепного оркестра «Русский сувенир» Вячеслав Ильич Абрашкин. Но вот жизнь внесла суровые коррективы, и его сегодня с нами нет, и этот концерт посвящен его памяти. Потому что он всю свою жизнь служил балалайке, служил русскому народному искусству, создал этот великолепный оркестр. И вот как раз сегодня 40 дней с момента, когда его нет с нами. Зрители концерта «Балалайка. Душа России» услышат уникальный тембр, нежнейшее тремоло, задорные переборы. Все эти звуки издает балалайка. В программе «Вечера» каскад знаменитых сочинений различных жанров и стилей, в том числе переложение классического шедевра Жана Батиста Люли, оригинальные сочинения Василия Андреева, Натана Шульмана, Евгения Быкова и русские народные мелодии в обработках. Дирижеры – заслуженный артист Республики Адыгея Григорий Михайлов, нынешний руководитель оркестра «Русский сувенир» и Андрей Афонин. А солисты – лауреаты российских и международных конкурсов, в числе которых и ученики заслуженного артиста России Вячеслава Абрашкина. Слэш-хоккеисты снова в Сочи. Кубок континента пройдет с 1 по 5 июня на тренировочной арене Ледового дворца спорта «Айсберг». Основной и молодежный составы сборной России уже приехали в город и проводят тренировки на базе «Югспорта». В составе команды и молодые, и уже опытные хоккеисты – серебряные призеры Паралимпийских игр в Сочи. Владимир Команцев, Василий Варлаков, Иван Кузнецов, Дмитрий Лисов и другие. Помимо основного и молодежного составов сборной России, в турнире примут участие команды Германии и Словакии. Вот эти две команды, которые приезжают из Словакии и сборной Германии, они будут нашими соперниками на предстоящем чемпионате мира. Так что мы посмотрим, как они выглядят и будем готовиться уже непосредственно к этому турниру. Тем более, у нас два года практически нас не допускали к международным стартам. Сейчас это очень полезный будет для нас турнир, где мы можем какие-то наиграть уже непосредственно взаимодействие, ну и получить опыт. С 2016 года российские следж-хоккеисты не участвовали в международных соревнованиях, поэтому сочинский турнир – это важный этап в подготовке к чемпионату мира. Он пройдет в ноябре. Если наши следж-хоккеисты займут там первое или второе место, это обеспечит сборное участие в Паралимпиаде 2022 года в Пекине. Мы развиваемся сейчас активно. Все больше регионов включается в нашу инициативу, в нашу работу. И с помощью усилий регионов, с помощью сотрудничества ХЛ мы утвердимся в элите мирового хоккея и покажем, что такое наши люди в хоккее. Неважно, в каком разрезе этого хоккея, но всегда мы будем одними из сильнейших. Сборная России будет рада видеть своих болельщиков на сочинских трибунах. Тем более, что вход на турнир бесплатный. Наша задача – организовать чемпионат по стандартам континентальной хоккейной лиги. И так оно и будет, начиная от наружной рекламы в городе до телевизионных трансляций. Все желающие смогут пообщаться с игроками и сфотографироваться. Кубок континента пройдет с 1 по 5 июня. Матчи стартуют в 13 и 17 часов на тренировочной арене «Айсберга». Татьяна Говоркова, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...